доброго дня мои хорошие я сегодня снова с вами снова я на кухне у нас сегодня ухо я из морозилки достала такие вещи сейчас все вам буду показывать и все рассказывать рецепт рецепт так значит первое что у нас вот такая вот сейчас ребятки вот тут все в водичке чтобы она не капала я поставлю вот такую досточку все это красиво покажу вот такая голова толстолоба из головы толстолоба мы сразу при покупке убираем жабры голова у нас пустая жабер нету этим всем занимается видео потому что тут надо сила ловкость рук и ну скажем так умение для меня это ну это не мое я убираю тоже глаза потому что глаза дают к во время кипения не дай бог глазик лопает там черная вы сами знаете такая зрачочек черный он дает мутный цвет для бульона я это тоже все убираю шелуха вся снята перышки остаются перышки обязательно должны оставаться дальше голова здесь у меня в мисочке были у меня как-то и карасики мы жарили и что-то еще в общем целый сбор пузырьков икры и молок все у меня очищено все у меня чистенько вот такое вот все перебранное помыто это тоже идет туда комплект потом хвостик обязательно кухе от головы это набор для ухи вот такой хвостик это тоже хвостик толстолоба вот он красиво стоит вам машет привет привет вот и самое основное что создаст приятный аромат вкус и бульонную такую знаете прямо уху ху ху жирность два лещика это мы только что их купили но лещики предстоят у меня специальной обработки я их сейчас руки помою лещ он скользкий две рыбы в море которые считаются рыбой и врачом это линь линек и лещ ой лещ простите окунь окунь конечно же окунь в чем там его медикаментозная такая изюминка то есть если рыба раненая или там где-то крючком или где-то какой-то там не знаю коралл камень что-либо рыба больная трется о линька или окунька у них такая лечебная слизь специально у этой рыбы которая залечивает раны вот при этом линь и окунь очень очень плохо чистятся поэтому я специально вскипятила чайник с водой вот и сейчас я положу этих двух красавцев в миску чтобы не снимать шелуху он у меня будет как знаете варится картошка во фритюре а в костре же печется рыба в шинелях но у меня будет шинеля без шелухи поскольку сами понимаете что шелуха нам непригодна к еде вот снимать ее вручную неудобно многие снимают прям шкуру с рыбы я противник этого чтобы снимать шкуру поскольку в ней тоже какие-то есть такие свои нужные для ухи ингредиенты я залью вот эту вот красоту кипяточком она сейчас вся отойдет моя шелуха вот и рыба будет пригодна у нас уже к приготовлению она себе там полежит в этом кипяточке пока мы с вами будем заниматься всеми остальными нам нужных вещей много кухе должно быть так водичка у меня стоит сейчас ее включаю просто вода пустая совсем там ничего нет вот для ухи у меня специальный есть набор вот такой овощей вот такой значит как соцветия укропа я в первую очередь сейчас кину в водичку она будет сейчас закипать во время кипения весь аромат от укропа пойдет в бульон в бульоне у меня ничего нет то есть первый идет туда укропчик и лавровый листик понятно же вот это пойдет первым сейчас я вот так вот два таких небольших листика сполосну гульончик отправлю так потом три свежих луковички вот таких почищенных без шелухи потому что шелуха дает желтый вкусно конечно с шелухой луковичку но она дает желтый цвет ухе я не хочу чтобы уха хочу чтобы была прозрачная красивая три луковички туда кидаю все и включаем пускай она себе идет до кипения пока покрошим морковь и тоже она пойдет в бульончик давно мы не готовили уху пришел тот час на улице ребятки вот такая у нас погода объясняю где-то в пол третьего или без двадцати три пошел прямо сильный сильный дождь прям сильный ветер дождь свежо хорошо под утро снова он был вот и сегодня у нас погода такая скажем ветерок но при этом солнце лето есть лето 22 градуса вот но на улице так скажем так приятно ходить гулять отдыхать мы сходили снова покормили голубей у нас возле одного магазина там живут голуби как в трусковце кстати там фотография вчерашние со вчерашнего видео там тоже были голуби там их тоже много очень в трусковце у нас почти так же то есть люди по желанию приходят их кормят сегодня они у меня сидели на руках и такие значит гостеприимные у нас голуби вот покормили по голубей погуляли по подышали свежим воздухом пришли домой и готовим обед с утра так хорошо когда в доме поубираешь протрешь полы прям так свежо хорошо степан валяется на полу короче полная идиллия вот с детьми переговорила объяснила все всем чего и как не объяснила конечно же а так узнала как дела у юли консервация уже не ребенок лег спать свои дела делает все нормально все в норме видите на дети звонят но реже поскольку один в отъезде другой тоже третья тоже в общем реже общаемся но все в курсе дел что с детьми у нас все в порядке и все нормально это самое главное так насчет тревог тревоги были ой у меня упала морковь тревоги были сегодня и ночные ребята прям ночь была снова такая очень не спокойно что говорит не спокойно но живы здоровы и и слава богу так ну что погодные условия видите как сейчас уборка идет урожая конечно не очень не очень хорошо но как это все будет мы не агрономы не знаем но так себе так рассуждаем знаете как со стороны так одну помидорку я тоже кину когда закипит бульон уже чуть попозже потому что луку надо развариться укропчику отдать свой этот самый ну а помидорку я добавляю всегда для того чтобы была кислинка немного такая знаете в бульоне с сухой чтобы она не была такой ну пресной что ли как сказать так сейчас я картошечку перемоем и почистила заранее будем нарезать с вами картофель так морковь тоже пока не не кидаю в уху пускай на себе короче доведут до кипения вот сегодня уже воскресенье как как летят дни да еще недели дни месяцы понятное дело ужас ужас спасибо вам за комментарии огромное за добрые хорошие комментарии приятно читать знаете сразу чувствуешь от людей такое тепло идет добро это очень и очень немаловажно спасибо да действительно я фотографии я вчера полдня искала не знаю конечно надо еще в одном месте там посмотреть я что думаю что это там но это далеко туда добираться пока там по убираешь лишнее в общем все в будущем ребят подорожала у вас сегодня с вы ходили по рынку сильно подорожала капуста ребят это кошмар 50 гривен была недавно 40 но бывает такой период что как и среднийской то она есть то ее резко раз и не стало так и с капустой видимо какой-то сейчас период что ее или нет или она дорогая в закупке даже не знаю на 50 это конечно там капусты дорого-дорого вот картошечки нарезали замочила я еще немного немного пшеничной крупы чтобы ухо не было скажем так одна картошка и рыба хочется чтобы была там и крупа поэтому я ее промыла она себе стоит замоченная все все готово что же у нас наш окунек сейчас посмотрим как с ним быть как с ним быть нет еще рано по переворачиваем какой же он колючий ребята это кошмар вот такой пускай лежит отдыхает все закипает так закипел у меня ребятки бульон запах идет от укропа безумно вкусный в данный момент когда она кипит мне нужно посолить бульон для того чтобы все что я опускаю в бульон было уже просолено цвет красивый такой знаете слегка зеленковатый так все сначала я отправляю всю рыбу окунька я почистила как вы понимаете без вас поскольку руки вот это все в иголках так как хотелось немного не получилось где-то отодралась и то что не нужно было ну я сняла лишнее ножичком в общем ну справилась я думаю первое что мы отправляем это голову поскольку она у нас самая большая укроп и лук я не вынимаю варится голова немножечко покипит вместе с хвостом а потом все остальное вот так закрываем так зелени у нас предостаточно промываем еще раз крупу вы заметили что я крупу пока не добавляю потому что сейчас мне нужно будет собрать пенку рыба закипает соберем сначала пенку вот потом когда она закипит кинем туда картошечку и эти самые пузырьки с икрой и с молоками вспоминаю я сейчас мы были в бердянске в гостях всем приветик и как мы там варили тоже уху сборную походили по рынку но там сами понимаете рыбы большой выбор вот купили мы по моему леща наверное до огромного леща по моему барабульки ну в общем много рыбы купили такой у нас было народу много и на костре в таком большом котле с морковью с овощами с луком варили эту уху насколько она была или сома наверное сома ребята не леща сома мы купили вот сома мясной да я помню мясо такое было белое аж разворачивалась на тарелках была обалденная уха было время что мы ездили в бердянск сейчас как подумаешь что знаете как но сердце кровью обливается мы как будто бы вот ну год назад мы там были я даже помню эти все запахи дороги цветы понятно запах моря очень жаль что невозможно туда поехать и когда поедем даже не представляю дай бог что чтобы скорее но все равно и я и битя и сестра из бердянска и коля брат из бердянска мы все уверены в том что все закончится и мы снова поедем туда в гости а они понятное дело к нам они были у нас гостях один раз когда видите было юбилей мы был юбилей мы справляли в ресторане его и созвали всю родню было настолько приятно как сейчас помню подходим кафе а там уже стоится наша родня из бердянска и все короче без слез тут но знаете когда такие добрые хорошие люди где-то есть далеко и ты ждешь с ними встречи а когда эта встреча происходит то но это настолько так же и прощание но прощание это тяжелее встреча это конечно объятие там я не знаю столько радости а прощание ох через слезы но опять таки не будет прощание не будет встреч правильно так все моя рыбка закипела я теперь туда отправляю морковь поскольку морковки нужно право провариться она жесткая потом кинул картошечку когда минут пять прокипит морковь поскольку зелень в самом самом конце тут вы знаете такого и шума особого нет смысле пенки но собирать надо все равно перья торчат красота потом рыбка вытаскивается и ухи получается полная кастрюлька я специально поставила небольшую кастрюлю потому что ухана хорошо ну завтра мы еще покушаем но ухи должно быть не так много это ж не не суп и не больше который ну хлебаешь и хлебаешь два-три дня подряд правильно а уха это так с пылу с жару горячую съел с большим удовольствием ребятки справилась я с заданием сварила я вкусную ароматную очень такую прям прозрачную красивую уху я уже налила нам порционные тарелочки зелени здесь немного а остальная зелень добавляется уже свеженькая витя погрызет перчик рыбу я отдельно выклала всю вот она разварилась раз раз эта самая икорка отдельно вон она кусочками где-то она и бульончики вот помидорку тоже скушаем она вкусно ароматная лучок на любителя запах идет безумно вкусный все советую вот такой хороший рецептик сделайте ухи прозрачной насыщенной вкусной и очень очень полезной все приятного аппетита всегда с вами витя лена и степан